Я считаю, мне повезло. У меня каска спасла. Осколок снаряда попал в каску. Каска с меня слетела. Так вот у меня тут полосы ещё есть. Это вмятины были. Вот только и всё. Отделался я этим. Александр Матвеевич помнит каждый день войны. Как призвали, где служил и как терял товарищей. Питя Витаев был. Мы в школе в Дербинске вместе в школу ходили. А жили рядом дома у нас были. Мы дружили с ним. И он погиб при мне. Пуля в сердце. Снайпер японский. Японский на дереве сидел. Там у него поносило было и прятался сверху. И сверху ему видно было. А он первый выскочил в атаку. И он его сразу, как я его с автомата. И он рухнул вместе со своей сиденьем оттуда. Друга Петю Витаева похоронили в братской могиле. Смерть для кого бы не было она. Хоть противника, кость себя. Что такое штыком заколоть противника? Это нужно силу воли иметь. У меня в отделении был из Волгограда солдат. Высокий такой. Уши большие. Понимаете? Ага, у него такой своеобразный. Он, когда костер разводили, он эту сковородку держал. Она накалилась. Ну, одного японца он этой сковородкой учистил. Обжег его всю. Убил. Прям сковородкой убил. Горячая. Александр Матвеевич служил на Дальнем Востоке. Значит, сразу мне определили полковую школу 112-го стрелкового полка. 190-й дивизии. На границе, между прочим. Река Суифун вытекала из китайской территории. И проходила возле наших казарм. Я командовал батареей миномета 50-мм. Мы всегда были на боевом посту. Вместе с пограничниками. И так я там прослужил. Пять лет. Трудно было. Трудно. Очень было трудно. Жили в землянках. Ни свету. Ни воды. Ну, как сказать, питание было соевая мука. Бачок принесут. Размешает она, как будто это песок желтый. Ну, а туда добавляли мы и травы, и щавель. Там их рвали прямо на этом. В лесу, на площади, где было. И этим питались. Куриной слепотой болели. Цингой болели. Потому что овощей никаких не было. Нужно было не просто выжить. Нужно было победить. Но все равно не унывали. Солдаты, соберемся. Выйдем на улицу. Песняка пели. Песни хорошо. И Катюшу пели. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на Крутой. Александру Матвеевичу 97 лет. Ветеран Великой Отечественной войны. Надо уважать друг друга. Прежде всего, быть сознательнее друг друга. Не обижать. И зря они не обижаться, и не обижать никого. Победят кто? Правда и труд. А любовь сама придет. Екатерина Петрова, Елизавета Кипарисова, Николай Петров. Углегорские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова